В эфире «Сыскное дело» в студии Алины Чемерис. Здравствуйте! Сегодня в программе я и мои коллеги расскажем о резонансных судебных делах, громких арестах, масштабных спецоперациях и подведем криминальные итоги недели. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Штраф в размере 60 тысяч рублей и лишение права в течение года занимать государственные должности. В суде промышленного района Самары вынесли приговор инспектору по делам несовершеннолетних. Ирина Маланчук оказалась под следствием после того, как в прошлом году от рук отчима погибла трехлетняя девочка. По версии следствия, инспектор вместо того, чтобы забрать ребенка из семьи, в которой ему угрожала опасность, совершила служебный подлог. Подробности громкого дела в нашем сюжете. Вопросы к инспектору по делам несовершеннолетних у следствия появились после того, как от тяжелых травм умерла трехлетняя Василиса Бритвина. В смерти девочки обвинили ее отчима. Согласно материалам дела, после того, как ребенок в очередной раз с побоями попал в больницу, инспектор навестила семью не сразу. Не опросив мать, составила протокол и попросила в нем расписаться сожители, женщины. Свою подпись Харитон Горячкин оставила в документе с просьбой не проводить проверку по факту получения девочкой тяжелых травм. В результате ребенок остался в опасной для жизни ситуации, а Ирина Маланчук ждет приговора в суде. Прежде чем вынести приговор, женщине дают последнее слово. Ирина Маланчук вину свою не признает и просит суд ее не наказывать. Я очень сожалею о трагедии, которая произошла в данной семье. Но я к данному, очень сожалею о произошедшем и к данному не причастна. Я не могла никак повлиять на исход случившегося. Прошу меня оправдать за непричастность. Трагедия, из-за которой инспектор по делам несовершеннолетних оказалась на скамье подсудимых, случилась год назад. Харитон Горячкин до смерти избил свою трехлетнюю падчерицу и за это был осужден на 13 лет. По версии следствия, трагедии можно было бы избежать, если бы ребенка вовремя забрали из неблагополучной семьи. Но согласно материалам дела, инспектор ничего не стала предпринимать. По версии следствия, подделав протокол опроса матери погибшей девочки и не выяснив ситуацию, в которой находился ребенок, Маланчук вынесла незаконное постановление, из-за которого не было заведено уголовное дело. Теперь женщину обвиняют в халатности и служебном подлоге. На момент прихода в квартиру она ребенка не осмотрела, не увидела у нее дополнительные телесные повреждения в виде ожогов. Должна была просить соседей, родственников маленькой девочки и, увидев такую достаточно плохую ситуацию в семье, должна была предпринять меры для изъятия ребенка из социально опасных условий и дальше по возможности предотвратить соответственное наступление смерти девочки. Суд признал Ирину Маланчук виновной. Теперь женщина на год лишается права занимать государственные должности, а также обязана выплатить штраф в размере 60 тысяч рублей. Приговор адвокату останется без изменений. Рамиза Мамедова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере и осудили на 5 лет колонии. По материалам дела в прошлом году адвокат сообщил супруге своего подзащитного, что с его легкой руки судья вынесет не столь суровый приговор, как изначально планировалось. За свои услуги Мамедов запросил полтора миллиона рублей. Но, как выяснилось, повлиять на решение суда у него возможности не было. Адвоката сотрудники ФСБ задержались по личным. Поясните происхождение этих денег. Откуда они у вас? Просто вынесла и вам отдала. Ну, достала и бить его. За что конкретно? Можете выяснить? Она вам должна за что-то или что? Я представляю интересы ее супруги в уголовном суде производства. В три фраза завернуты денежные средства. По 5 тысяч рублей каждая купюра. В три стопки мы лежат денежные средства по 100 штук в каждой. Апелляционную жалобу с просьбой смягчить наказание Мамедову рассматривали в Самарском областном суде. Приговор решено оставить прежним. Нажиться на чемпионате мира пытаются производители подделок. Сразу в двух торговых центрах города самарские таможенники обнаружили контрафакт с символикой FIFA. С прилавков изъяли одежду на сумму почти 100 тысяч рублей. На ней незаконно были размещены обозначения брендов Dolce & Gabbana, Nike, Lacost и символика FIFA, имущественные права на которую принадлежат Международной федерации футбольных ассоциаций и подлежат защите по Уголовному, Административному и Гражданскому кодексу России. На данных торговых точках выявлены товары, обозначенные символикой чемпионата мира 2018 года. Данные товары самарской таможни изъяты, в настоящее время проводится выездная таможенная проверка. В самарских магазинах продавали незаконный алкоголь. Жалобы на одно из заведений в Кировском районе поступили от жителей. В результате проверки выяснилось, у владельца магазина нет сопроводительных документов на алкогольные напитки. Спиртное изъяли. На нарушителя составили протокол. Благодаря жителям нелегальную продажу горячительных напитков пресекли и в Красноглинском районе города. Полицейские проверили заведение на улице Южный поселок. У предпринимателя не оказалось лицензии на продажу спиртного и разрешения на торговлю. Результат тот же. Протокол и изъятие продукции. Вазовская легковушка загорелась около одного из гипермаркетов в Тольятти. ЧП случилось в воскресенье днем. Огонь быстро потушили сами очевидцы. По предварительной версии, возгорание началось под капотом «восьмерки». Причиной могли быть проблемы с электрическим оборудованием. «Я бывший летчик и мухи не обижу», заявил сотрудникам ДПС нетрезвый водитель, размахивая пистолетом. В Самаре полицейские задержали мужчину, который предположительно пьяным ездил во дворах на улицах Аэродромная и Партизанская. Полиция поймала его после того, как тот нетвердой походкой вышел из магазина, сел за руль и поехал по своим делам. Удивленный неожиданной встречей с сотрудниками ДПС водитель заявил, что не согласен с действиями инспекторов. Однако водительского удостоверения с собой у него не оказалось. Он предложил полицейским поехать с ним в гараж, где якобы находится документ. Но возле гаража вместо документа достал пистолет. Полицейские тут же задержали мужчину и надели на него наручники. Оказалось, что мужчина уже ранее был лишен прав за вождение в нетрезвом виде. В этот раз он отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Далее решение по его делу будет принимать суд. На этом у нас все. Вы смотрели «Сыскное дело». Будьте внимательны и берегите себя. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова